Русская речь возвращается в Грузию. В школах с будущего учебного года резко вырастет количество часов изучения языка, а курсы русского для взрослых и вовсе пользуются бешеной популярностью. 4-5 человек на место. И не мудрено, ведь без языка Пушкина и Лермонтова в Грузии сейчас никуда. Михаил Рыбакидзе продолжит тему. Небольшой пятачок в центре Старого Тбилиси. Излюбленное место прогулок и местных жителей и туристов. Маршрут традиционный. Серные бани, парк на набережной Куры и крепость Нарекала, откуда город виден с высоты птичьего полета. Тбилисцы гордятся своей столицей и любят рассказывать гостям о ее достопримечательностях. И здесь чаще всего можно услышать русскую речь. Если вам нужно ездить поездками в страны СНГ, если вам нужно общаться с людьми из России, с Украины, наверное, тоже русский нужен и будет полезно его знать. Но если бы я не знал русский, я, конечно, много книг, которые я не смог бы прочитать в оригинале. Может быть, у меня были бы проблемы, когда русский Советский Союз тогда получит образование нормальное. Знание русского языка и не только на уровне простого общения становится в последнее время одним из условий приема на работу, особенно в коммерческие структуры. Руководитель туристической фирмы Инга Малакмадзе для организации туров по Аджарии долго искал русскоязычных гидов, а потом за счет фирмы отправила их на стажировку в Москву. В Батуми семь гидов, благодаря чему, кстати, по сей день другие туристические компании в Батуми очень активно ими пользуются. В сфере туризма собирается пробовать себя и студентка Изольда Камкрылидзе. Именно поэтому она решила усовершенствовать свой русский. Изольде еще нескольким десяткам молодых людей повезло. Они окончили курсы русского языка при обществе Ираклия Второго. Это единственные в Тбилиси бесплатные курсы и записываются на них заранее, за год до начала учебы. У нас есть ограничение, максимум 120 человек, а в списках у нас больше, чем 500-600 человек. По статистике, до развала Союза русским языком в республике свободно владело 76% населения. Сегодня эта цифра составляет пока лишь 39. Сказалось и сокращение часов на изучение языка в школах, трансляция фильмов только на грузинском, дефицит живого общения. Еще один барьер на пути к изучению русского языка – это отсутствие современной учебной литературы. В Тбилиси на книжных прилавках можно найти издания, которые были напечатаны лишь в 70-80-х годах. Здравствуйте, тетя Яля! А на уроках Валентины Баланчевадзе русский язык изучают с дошкольного возраста. Выпускница консерватории Валентина Сергеевна проработала музыковедом 35 лет. Выйдя на пенсию, преподает детям у себя дома. Говорит, что ей не жалко времени, чтобы обучать ребятишек русскому языку. И всю свою жизнь до конца дней, сколько мне хватит. Я призываю всех тех, у кого есть руки, у кого есть голова, мозги, и которые хоть что-то могут знать, отдавайте это людям, детям отдавайте. Потому что страшная болезнь наша, болезнь ливизны, как говорится, болезнь, что дети не знают русского языка. Кстати, с нового учебного года эта дисциплина возвращается в грузинские школы в прежнем объеме – 4 часа в неделю вместо нынешних 2. Начнут ее изучать не с 7 класса, а со 2. Министерство образования, кроме того, начало перевод учебников для русских отделений общеобразовательных школ, число которых также планируется увеличить.